В Пинске межрайонный онкологичный диспансер сённях – это 130 ложков, из которых 60 хирургичных, 50 радиологичных и 20 химиотерапевтичных. Усенны требует отзначить – николи не пустують. По специализованную допомогу сюда звертаются не только мясовые жахары, а и хворые из соседних Столинского, Лунинецкого и Ивановского районов. За больше чем 70 годов иснования онкологичной службы в городе диспансер николи не менял прописку. Буды так, у яким он размещается, узведены ясно на початку минулого 100 года. Что поклало отбиток на его стане. Ни в материальном плане, ни в моральном умовы працы медперсоналу и лечение онкологичных не вытремливают сегодня никакой критики. Здание это неоднократно пристраивалось. Тот корпус, где мы находимся сейчас, он до 17-го года постройки. Следующие пристройки уже более поздних 60-х, 70-х, 80-х годов. Очень не хватает нам места, не хватает пространства, скучность людей в палатах, недостаточно функциональных комбинентов, условия пребывания пациента, условия труда медработников. Это сподвигло нас задуматься о расширении диспансера, о его реконструкции. Пытание об необходимости кардинальных измен у деятельности онкологичной службы обмярковывалось уладами на протягу опошних годов. Як один из мягчимых вариантов разглядалось размещение диспансера на базе былого мясцового санатория, але высокий кошт к этому проекту примусил шукать больше оптимальное решение. В вынику вырешили выкрыстовывать суседний, заснующим онкодиспансером будинок. С учетом того, что перепрофилизация отделений различного профиля в городе присутствовала, городская больница номер два, которая была на территории, в том числе и онкодиспансера нынешнего, она перестала существовать, отделения были перепрофилированы, переведены на базу центральной больницы нашей и освободились соответствующие помещения. Проект реконструкции оценили у 4,5 миллиона рублёв, и они поэтапно будут выдатковываться с областного бюджета. Заказчик – Пинское управление капитального будовництва, подрядчик – мясцовый ремонтно-будовниче управление. Виновата эта организация перебудовала былую пинскую школу-интернат под буйную поликлинику в заходном микрорайоне. На этот год у нас было выделено финансирование в размере 1 миллион 560 тысяч рублей. На сегодняшний день мы освоили 1 миллион 300 тысяч рублей. Выполнены работы по утеплению, тепловой реабилитации здания, замена кровли, замена окон, выполнены инженерные сети наружные. До работы, яке было выращено разбить надзвежь арги, будовники приступили уж не у них этого года. Былую больницу, узведенную 55 годов тому, разобрали до опорных стен. Литерально усе от подлоги до столи пришлось обудовать на ново. В данный момент производится работа по замене внутренних систем обеспечения здания, это сети водопровода, канализации, электроснабжения, вентиляции. Наружные работы продолжаются по прокладке наружных сетей. Ну и готовимся к пуску тепла, чтобы можно было зимой отработать. У середине наступного года будинок увядутся у эксплуатацию. У вынику и снуючая площадь установы повялится, бадай, что удвоя. После перевода онкологичной службы у новой опомешканни почнется другая черга проекта – реконструкция у сегодняшнего будинка диспансера.